МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости к этому часу в материалах корреспондентов в телекомпании Ирбис. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной антирекорд. Побладарцев шокировали ценники в овощных отделах. Это ужас такой. Я никогда не видела, чтобы морковка 400 тенге стоила. Жители многоэтажки против строительства коммерческого объекта на территории бывшего газгольдера. Наше предложение жителей дома Бухаржулау-347, чтобы частично озеленить площадь, которая пустует сейчас, а также сделать больше места для детской площадки. Оскар. Перед закрытием сезона чеховцы презентуют премьерный спектакль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ В новую пекарню номер 5 требуются пекарь изделий из слоеного теста, пекарь с дубы, заготовщик слоеного теста, кондитер с опытом работы без возрастных ограничений, дневная и ночная смены два через два, своевременная оплата до 15 тысяч тенге за смену, официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращайтесь по телефону. 837-413-096 837-413-096 Пекарня номер 5 Вы мечтаете о сочных огурцах с запахом лета? Или о красных наливных томатах? А может, вам захотелось приготовить вкуснейшее рагу? Приходите в магазин Вермитех Плюс. Здесь вам предложат натуральные, свежие овощи, выращенные на биогумусе прямо с грядки. Кроме этого, компания Вермитех Плюс осуществляет продажу рассады овощных культур и зелени в ассортименте, а также выращенных на питательном почвогрунте с добавлением биогумуса. Применяя это органическое удобрение, прошедшие испытания на наших теплицах и полях, вы получите великолепный экологически чистый и вкусный урожай. Отдельная новость. Паладарская вермиферма реализует красного калифорнийского червя для разведения и рыбалки. Оптовикам. Скидки приглашаются к сотрудничеству магазины для рыбаков. Наш адрес проспект Назарбаева, 2, телефон 8747-525-3902. Магазин Вермитех Плюс. Один прекрасный день, я не могла дышать, и скорые меня увезли, и тогда уже я поняла, что я заболела этой болезнью. Вы ведь принесли чуть ли не 20 операций. А у вас какой голос был до вот этой болезни? Один мальчик говорит, о, ты че, ну, так, грубо сказать, там, пьешь, куришь, у тебя такой голос обкуренный, да? Пошла домой, как всегда, на маму все это. Лучше бы меня не было. Ходила 3 месяца, стажировалась и все сдала. Начинала уже почти работать. Говорили, извините, вы на мне подходите, да? И вопрос из-за всего вашего голоса? Конечно, да. Знакомятся парни, когда я разговаривать начинаю, они сразу как-то... Ну и дураки. Мой муж сейчас, он вот, когда мы познакомились, он даже у меня не спросил. Я очень люблю красивых людей, и я начала заниматься, обучаться на ламе мейкера. Это кто? Это, которая делает ресницы. Вот она придет с тонкими-тонкими, и вот прям ниточка, да, скажет, сделайте мне широкие. Я же не, как бы, не фея, да, там, из-за быстро вы... Ты ищешь потом с каких-то места сорвать, чтобы приклеить. Проект «Откровение» и я. В эту субботу на телеканале «Ермис». Даже мы ходим в караоке без проблем, там, поют все мои друзья, там, я их слушаю, там... А если вы брови себе накручивали на парень, да? Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Послабление карантина из-за перехода в желтую зону утвердили в Павлодарской области. Коснулись они, как обычно, объектов бизнеса в части режима работы. Департаменты санитарно-эпидемиологического контроля при этом отмечают, несмотря на спад заболеваемости, эпидситуация в регионе все равно напряженная. На предыдущей неделе статистика по распространению коронавирусной инфекции в нашей области показывала спад. Не столь стремительный, но все же удержаться в желтой зоне удалось. По информации главного санврача, прирост заболеваемости снизился почти на 1%. Внутри региона многие районы, в том числе Павлодар, также перешли в желтую зону. Послабление коснутся практически большинства объектов в части режима работы, по времени работы объектов. Также по субботам, по выходным дням торговых домов, торговых центров коснется их работы, деятельности. За прошедшие сутки в регионе добавились 73 новых случая COVID-19. По итогам минувшей недели пациентов с подтвержденным диагнозом 647. К слову, увеличилось и число привитых двумя компонентами вакцины. Всего уже 34 тысячи человек. Артем Клевн, Александр Колесников, телекомпания «Ирпис». Владарцы возмущены ценами на овощи. От очередного подорожания народ недоумевает. Реакцию и мнение горожан сегодня записал наш корреспондент специально для экономического блока новостей. Спонсор «Бизнес новостей» – магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Всегда выгодно и комфортно. Не в силах сдержать возмущение, повладарцы жалуются в соцсетях. Картофель – 300 тенге за килограмм, морковь – 350, лук – 160, капуста – 150 тенге за кило. По такой стоимости сегодня в магазинах и на рынках предлагают самые ходовые овощи. Цены космические, им говорят люди. При том, что качество продуктов совсем не премиум. То, что растет у нас в земле, то должно быть очень дешево. Так как у нас земля плодородная в Казахстане, а уж картошка с морковкой, с луком, но это смешно, такие цены, конечно, это очень дорого. Это ужас какой-то. Никогда я не видела, чтобы морковка 400 тенге стоила. Чтобы так дорого старая картошка стоила и морковка, и свекла. Я когда увидела, я чуть не упала. Свекла 300 тенге стоит. Это очень дорого. У нас в Казахстане, я всю жизнь прожила, всегда овощи были дешевые. Всегда, сами знаете, вдруг такой скачок, конечно, это нам не нравится, обывателям простым. Никому дела нет. Просто, как будто чиновников у нас нет. Они сами по себе, мы сами по себе. С просьбой разъяснить повладарцам, почему овощи такие дорогие, что влияет на их стоимость, мы обратились и в отдел, и в управление предпринимательства. Но ответы сегодня не дождались. Александра Петрова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». В Павлодаре жители шести домов против строительства в своем дворе развивающего центра. В прошлом году здесь установили детскую площадку. Рассчитывали на то, что благоустройство продолжится. В частности, на месте демонтированного газгольдера. Даже проекты предлагали. Мы, конечно, видим, что на нашей территории мы могли бы силами жильцов какое-то благоустройство сделать. Не просто, что это грязь, пыль, но что-то делать. А тут вот нам новый дом, куда будут приезжать люди, машины, парковки. И так вот у нас с парковками очень трудно. Я считаю, что нужно сначала опросить жителей, прежде чем начинать какую-то стройку. Наше предложение жителей дома Бухар-Журау-347, чтобы частично озеленить площадь, которая пустует сейчас. А также сделать больше места для детской площадки. Можно еще также для выгула собак. Прошел год и появился бизнесмен. Сообщил людям, что намерен построить развивающий центр для детей. Но такому соседству жители не рады. Говорят, в центре города подобных учреждений хватает. И просят внутриквартальную территорию не трогать. Земельный участок по адресу Академии Качекина, 95-1, находится во временном землепользовании. Целевое назначение участка – строительство и обслуживание многофункционального административного здания. По информации отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара, архитектурно-планировочное задание по проектированию строительства и обслуживания многофункционального здания не выдавалось. Согласование эксквизного проекта также не проводилось. Как оказалось, земля, где ранее находился газгольдер, уже довольно давно, во временном пользовании. Жители намерены отстаивать свой двор. Сейчас собирают подписи, чтобы официально обратиться в городской Акимат со своими требованиями. Артюм Климан, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Всегда выгодно и комфортно. В магазине сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех» лето начинается с жарких скидок до 50% в период с 17 по 31 мая. Большой выбор продукции по выгодным ценам. Ультрамодная и стильная линейка мебели для ванной. Надежные и современные смесители нового поколения. Унитазы, ванны, джакузи различных форм и размеров от лучших мировых производителей. Широкий модельный ряд современных душевых кабин и комплектующих. А также водонагреватели, радиаторы отопления, дымоходы, система «Теплый пол». Здесь же вы найдете мощные электрические и твердотопливные котлы длительного горения. Товар можно приобрести в рассрочку без процентов. Делайте покупки с выгодой. Ждем вас по адресу улица Целковского, 24. Магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Неравный бой. Хулиган бросил вызов столбам освещения и сломал их. А другой вандал решил осквернить памятник Абаю. Еще одна жительница Павлодара и вовсе отправилась на откровенную фотосессию прямо на городское кладбище. Что это – весеннее обострение, психологическое отклонение или брожение алкоголя в крови, выяснял Артем Буланов. Когда некуда девать свою силу или удалецкую прыть под руку, всегда почему-то попадается то, что проще всего разбить или сломать. Это, например, остановочные павильоны, фонарные столбы или вот даже памятники. С ними в неравный бой вступают вандалы. Но заметьте, что характерно. Итог каждой истории всегда один и тот же. Хулиганы просят прощения. Я прошу прощения перед всем народом Казахстана, в частности Павлодарской области и города Павлодара. Обещаю, что такого не повторится больше. 21-летний павлодарец извиняется за то, что закидал яйцами памятник поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву. Якобы его бросила подруга и вот он решил так отомстить. В итоге арест на 7 суток и штраф 15 тысяч тенге. А этот уличный боец бросил вызов столбам освещения. Безумие, скажете вы. Но судя по уверенным действиям этого вандала, для него подобное в порядке вещей. А вот еще одна особа. Девушка решила порадовать аудиторию своих подписчиков, оголившись на городском кладбище. Ну, наверное, из-за коронавируса. Ну, я не знаю. Слетели с катушек все, да? Наверное, да. А как выйти из этого состояния? Подскажите все-таки с вершины своего опыта. Как выйти? Книги, может быть, читать в библиотеку ходить? Никто не будет читать книги. Это бесполезно. Молодежь сейчас не читает. Поэтому не вариант. Наверное, надо работать с молодежью. Нет, конечно, это неадекватно. Мне кажется, это безобразие. И в первую очередь это упущение родителей. Во многих магазинах, даже если написано, что продажа алкоголя 21+, достаточно часто было случаев, когда лично я заходила в магазин, видела, что стоит девочка лет 15-16. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Умоляют. Нет, у меня черный пакет. Ну, пожалуйста, вот давайте. Хорошо, ладно, продают и спокойно. То есть контроля в магазинах по этому поводу в Паводаре нет. Почти в каждом хулиганском поступке алкоголь сыграл не последнюю роль. Полицейские говорят, благодаря камерам вычислить нарушителей спокойствия не составит труда. Все правонарушения в большую часть совершаются по действиям алкоголя. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению данного лица. По результатам установления данного лица будет привлечен к административной ответственности согласно действующему законодательству. Наказание за подобные хулиганские действия не заставят себя ждать, предупреждают стражи порядка и просят не искушать судьбу. Кстати, девушка удалила свой резонансный пост. Артем Буланов, Артем Злобин, телекомпания Ирбис. Видео, от которого хочется чесаться и одновременно кричать «помогите». Так Павлодарцы реагируют на публикации о комарах и мошках. Полчища насекомых уже атакует город, а вот на странице ответственных за их истребление сообщают о том, что ситуация под контролем и на набережной благодать. Кому в итоге верить? Давайте разбираться в нашем обзоре социальных сетей. Спонсор новостей и соцсетей – кафе «Натали». Там, где царит душевная атмосфера и всегда по-настоящему вкусно. Больше ста тысяч просмотров в социальных сетях. Шокирующие кадры для многих повладарцев. Очередной повод сказать – еще одно лето будет испорчено. Кровососущие не знают пощады. Для каждого жителя нашего региона это одна из самых злободневных тем. Вот мужчина следит за популяцией этого мини-водоема. Скоро, очень скоро из вот этих *** получатся комарики и они придут за нами, чтобы испить наши крови. А их тут миллионы. Каждый год одно и то же. У нас и так лето такое короткое и погулять выйти с детьми не можем. Не переживайте, в прошлом году они подсчитали, сколько погибло, а в этом назовут погибших по имени. Лучше бы закупили технику, да начали чистить ртыши водоемы. От вашей обработки страдают люди, но мошка не исчезает. А вот на странице ведомства, отвечающего за потравку насекомых, в сети Инстаграм пишут, что ситуация под контролем. И даже публикуют такие вот видео с опросом очевидцев на набережной. Сейчас вы ощущаете, да, что комаров намного меньше. Работу видите, да? Конечно. Ага, травят. Да. Получается, вы с детьми гуляете, вот я вижу, да, что все равно условия по сравнению с прошлым годом лучше, да? Гораздо лучше. А давайте встретимся с вами через месяц и посмотрим на результат борьбы с ними. А это уже страница телекомпании Ирбис, сети Инстаграм. Здесь тренер сборной региона по фигурному катанию Наталья Ракушенец призналась в постоянном давлении со стороны некоторых представителей спортивной школы по зимним видам спорта. От этого страдают дети. И вот профильное ведомство прокомментировало ситуацию. Состоялась встреча заместителя Акима области Байхан Асаин совместно с ИО руководителя управления по развитию туризма и спорта области Ергабуловым Дауром с руководством и тренерским составом отдела зимних видов спорта, а также родителями воспитанников. Были услышаны проблемные вопросы, предложения и пути решения. Уличный акробат удивил прохожих в социальных сетях. От таких пируэтов захватывает дух. Мастерство высочайшего класса. Парень известен своими трюками, но он предупреждает. Неподготовленным лучше не пытаться повторить это. Многие говорят, что Илья Бугров должен выступать в цирке Дюс-Алей. Такое упражнение два раза в день делай, спина болеть не будет. Приятно смотреть, когда в Павлодаре растет количество спортсменов. Крутые парни! 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 Кафе Натали участвует в проекте «Ошип», и поэтому заведение работает до двух часов ночи. Не пропустите начало нового сезона. Кафе Натали, улица Варушина, 4, дробь 4. На Малой Обездной. Благоухающий Павлодар. Именно таким его обещают сделать ответственные за высадку цветов в этом году. Средств не жалеют. Выделено 120 миллионов тенге. Улицы и парки, пешеходные зоны украсят 14 тысяч квадратных метров клумб. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Может показаться, что между кустиками слишком большое расстояние, и подрядчик экономит. Мы даже специально попросили провести замеры биологов Павлодара. Нарушений не выявлено. Все полностью соответствует стандартам. Просто цветочки еще не окрепшие, чтобы показать буйство красок и удивить размерами. Им необходимо время, говорят эксперты. У нас в этом году выделено порядка 120 миллионов. В течение всего года, в течение до конца года. Весь комплекс работает, начиная от подготовки грунта. Далее посадка идет, прополка, полив, соответственно. Далее осенью, осенняя уборка. Самые популярные оттенки этого сезона – синий, белый, красный и розовый. Высадку планируется завершить до 15 июня. Отвечает за это компания из Южного Казахстана. Высаживаются разные виды цветов. Это в основном однолетние, питуньи, тагетисы, сальвии, цинерарии. Работает у нас подрядная организация общественного объединения Айелла Аллахан Туркестанской области. На сегодняшний день уже нами высажено порядка 6 тысяч квадратных метров цветников. Цена – качество. Подвести итог работы озеленительной в полном объеме можно будет уже совсем скоро. Расходы на обустройство цветников по сравнению с прошлым годом выросли сразу на 30 миллионов тенге. Артем Буланов, Мухаммеда Игожа, Максим Носков, телекомпания Ирбис. Сегодня в мобильном приложении дачники жалуются на отсутствие напора в садоводствах Надежды и Металлург, а жильцы дома по ИСТ-142 – на стихийную свалку во дворе. А еще есть видео с некачественным ямочным ремонтом. Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от новых белорусских фабрик. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Назарбаева. Сегодня на улице Менина латали ямы на дороге. Вот вы видите две ямы, а посередине щель, она осталась. Неужели ее тоже нельзя было залатать? Оставили мусор на краю дороги. Куча народу работали, полдня делали только вот это. Вот наш двор. Заслоново 59, дробь 1. Поставили у нас три столба, три памятника. Когда повесят фонари, неизвестно. Так, наверное, вот так бежит вода в поливные дни. Когда закончится этот беспредел. 23 мая садоводство «Металлург». Вот такой вот напор на нашем садоводстве. И собрания собирали, и вакимат писали. Все все говорили, что решат, помогут. Но ничего никуда не двигается. По Ирбису вышел сюжет о том, что по дороге в аэропорт пропадают сосны. И деревья. То же самое, вот, Камзиново памятник. Здесь сквер. То же самое с деревьями. Туда дальше там вообще кора отпадает. Вот они сами по себе эти деревья падают. Очень жалко. Пожалуйста, биологи, займитесь, пожалуйста. Вот такая свалка рядом с Истай-142. Пожалуйста, кто-нибудь должен за этим смотреть? Уберите, пожалуйста, свалку возле дома Истай-142. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от новых белорусских фабрик. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Назарбаева. Популярный мебельный гипермаркет «Мега» приглашает на новые поступления мебели от белорусских и российских фабрик. Внимание! На весь ассортимент действует скидка от 20%. Шикарный выбор спальных гарнитуров, гостиные, комплекты для детских комнат, мягкая мебель. «Торговый дом Мега» очень строго следит за последними новинками в мире мебельной индустрии. И поэтому каждый месяц ассортимент обновляется и дополняется новыми предложениями. Для вашего удобства предусмотрена беспроцентная рассрочка на 11 месяцев. Действует гибкая система скидок. «Торговый дом Мега». В Павлодарском театре имени Чехова завершают репетировать премьерный спектакль последний в 76-м сезоне. Его сыграют по пьесе французского драматурга Клода Манье «Оскар». Когда чеховцы поднимут занавес, узнал наш корреспондент. Тут и там, в одной семье, мылом пользуйтесь, Барнье. Благодаря мне ваше мыло продается даже в России. Совсем скоро генеральный прогон и премьера. Напоследок чеховцы решили поднять своим зрителям настроение. Это спектакль, как бы наш ответ на все негативы, которые сейчас существуют в нашей жизни. Это призыв к тому, что жизнь прекрасна. Надо наслаждаться этой жизнью, наслаждаться каждое мгновение этой жизни. Любить друг друга, уважать, ценить. И тогда все у нас будет хорошо. В театре имени Чехова продолжают экспериментировать. На этот раз особенность спектакля в жанре. По жанру спектакль фарс, гротеск. Я даже скажу больше, что это даже не в чистом виде гротеск. Это как бы улыбка, ирония над гротеском. Потому что те ситуации, те приемы, которые используются в спектакле, они как бы над событием, они как бы над самим жанром. Актеры в полной готовности. Уже ждут встречи со зрителями, которых из-за пандемии было немного. Премьера пройдет с соблюдением всех санитарных норм. Мы, конечно, очень ждем, очень ждем зрителя на наши спектакли. И в эти выходные прекрасная премьера, очень легкий, такой фантазийный спектакль. Уверены, что он понравится нашим зрителям. А у меня роль Бернадетт, такая горничная, легкая, воздушная и очень интересная роль. Завершат сезон 13 июня, но перед отпуском закончат два проекта. Уже в новом сезоне ценители театрального искусства увидят готовые премьеры. «Свои люди сочтемся» и мюзикл «Дубровский». Азамат Айтхалин, Артем Злобин, телекомпания «Эрбис». Частный объект или все-таки детская площадка? Это я возвращаюсь к нашему сюжету, где идут жаркие споры жильцов и предпринимателя. Лен, ну а вот ты лично как считаешь, что там лучше построить? Площадку детскую или вот здание? Разумеется, детская площадка. А если к ней добавить еще и спортивную, то это уже будет целый игровой комплекс. Кстати, наш олимпиад Сирик Тимиржанов, как и все мальчишки, активно бегал во дворе. А сейчас боксер находится в Арабских Эмиратах. Вместе с национальной сборной. А я знаю информацию. Там начинается чемпионат Азии и, между прочим, даже прошла жеребьевка. Да, и первый бой Павлодарец проведет против иранца. А вот уже через несколько секунд о хоккеистах, которые творят настоящие чудеса. Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды из Кореи «Близ». Мало телеканалов, плохое качество картинки, низкая скорость интернета, не загружаются любимые веб-сайты? Алма-ТВ решит эту проблему. Подключайте выгодный тариф «Оптима» всего за 3700 тенге в месяц. До 85 лучших цифровых телеканалов. Скорость интернета до 50 мегабит в секунду. С Алма-ТВ выгодно. Более подробную информацию можно узнать, позвонив в контакт-центр по номеру 8705-925-0533. Две сенсационные победы в стартовых матчах чемпионата мира. Казахстанские хоккеисты, которых считали аутсайдерами, группы сейчас занимают вторую строчку. Недооценили наших ребят и финны. Лучшая сборная планеты уступила подопечным Юрия Михайлиса. Сборная Финляндии – это на минуточку действующие чемпионы мира. И предсказать то, что они проиграют Казахстану, не могли даже самые ярые и преданные болельщики нашей команды. Такого даже в истории никогда не было. Но нынешнее оперенство богато на сенсации. И главные поставщики шоковых новостей – как раз-таки казахстанцы. В середине второго периода счет в этом матче открыл Антон Лундель. Правда, уже через две минуты соперник восстановил равновесие. Отличился Кирилл Панюков. Кстати, недавно сменивший Борис на Акбарс. Больше командам изменить счет по ходу встречи не удалось. Наступила волнительная, непредсказуемая серия буллитов. Казахстанские хоккеисты реализовали три попытки, а соперник неожиданно всего лишь одну. Потрясающую серию выдал молодой галкейпер Никита Бояркин. Именно он вселил уверенность во всех ребят. Также выше всяких похвал действовал лидер и заводила атаки нападающий Никита Михайлес, родной сын главного тренера национальной команды. Сначала он выступил в роли ассистента в голе Панюкова, а затем реализовал решающий послематчевый буллит. Вот победные эмоции из раздевалки. То, что говорили, но в основном вера в команду, вера в победу, ваш мощный характер, самоотдача, бездарча, героизм, который вы сегодня проявили. Да, где-то в каких-то моментах они были быстрее, чуть-чуть, но в каких-то моментах. Но мы имеем победу, мы добились победы. Парни, все с победой молодцы. Сборная Казахстана впервые в истории обыграла Финляндию. Это без всякого пафоса исторический успех для нашей команды. Букмекеры в огромном плюсе, ведь на победу Суоми ставил почти каждый хоккейный болельщик на планете. А подопечный Юрия Михайлеса одерживают верх уже во второй игре на турнире. Ранее точно так же в серии буллитов удалось одолеть очень крепкую сборную Латвии со счетом 3-2. После стартовых игр Казахстан гордо занимает вторую строчку в таблице, опережая великие хоккейные команды США и Канады. Павлодарская команда, победитель Национальной школьной лиги по баскетболу, республиканские соревнования среди учащихся 5-6 классов финишировали в Талдыкургане. В тройке сильнейших также сборная Нур-Султана и Алматинской области. А в розыгрыше Кубка Казахстана определились все участники группового этапа. Одними из соискателей в этот раунд были футболисты Аксу. Кубковые поединки, где на кону стоит многое, зачастую носят особенный характер. Команды играют осторожно и тактически выверенно. В очень редких случаях матч превращается в голевое пиршенство. В противостоянии Махта Арала и Аксу судьбу встречи решил всего один мяч. На 29-й минуте Канэ Драмане вывел Южан вперед. Вот этого удара оказалось хозяевам достаточно для победы. Как ни старались наши земляки сравнять счет и перевести встречу в дополнительное время, им это не удалось. В другом поединке, где также определялся участник группового этапа Кубка, тоже все решило один гол. Результативную атаку в ворота команды Академию Антустик организовали игроки столичной команды. Итак, определены все участники группового турнира. К 14 клубам премьер-лиги присоединились два победителя третьего предварительного раунда. Все команды поделены по дивизионам. Каждая сыграет по шесть матчей. В следующий этап выходят восемь дружин, занявшие первое и второе места. Павлодарская сборная готовится к республиканскому первенству. В начале июня чемпионат по четырехбурю планируют провести в нашем городе. А пока любители и ветераны соревнуются в рамках тренировочного турнира. Свои результаты они протестировали в беге, прыжках и толканию ядра. Контрольная тренировка превратилась практически в чемпионат области. Проверить результаты и свою подготовку, кроме павлодарцев, решили представители сразу нескольких сельских команд. Из Успенского района приехала Светлана Лаптева. Учитель физкультуры до сих пор активно занимается спортом и старается участвовать в каждых соревнованиях. Два года назад она успешно выступила на континентальном первенстве среди ветеранов. Ребят стараюсь вовлекать личным примером, чтобы они смотрели на меня и также тянулись к моим результатам. Мои дети в многих соревнованиях участвуют, являются призерами соревнований. Поэтому я всегда являюсь для них стимулом. Стоит сказать, в женской группе для тестового турнира состав получился очень именит. В дивизионе 30+, убедительную победу одержала Марина Масленко. Профессиональная бегунья, участница Лондонской Олимпиады, чемпионка Азии, призер континентальных игр и сейчас в отличной форме. Сейчас для меня это, конечно, поучаствовать в удовольствии, вспомнить вот этот адреналин, который был тогда на соревнованиях. Сейчас я просто с удовольствием выступаю. Метание я сама буду сегодня первый раз в соревнованиях метать. Для меня, конечно, ближе это бег 60 метров, то есть спринт все-таки. Ну и сейчас будет дистанция последним видом это 500 метров. То есть попробуем, вспомним былое. Контрольное тестирование максимально подвели к предстоящему чемпионату республики. Результаты судьи вывели по возрастным группам. И лучшими были Марат Сездыков, Валентин Ухов, Асхат Инсибаев и Марина Шнайдер. В Алматы завершился чемпионат страны по ТОХ и Скумалак. Сильнейших назвали в Блице и Рапиде. Уже на такая мульдина серебро и бронза наша мужская сборная в итоговом рейтинге заняла вторую строчку. Все наши новости и программы смотрите и читайте на сайте urbis.tv.kz и страницах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова